Главные новости. Азата Мефтахова приговорили к 6 годам общего режима за разгром офиса Единая Россия. В Башкортостане сошел с ума исламофоб. Евдата Займышева увезли в психбайницу. Прежде чем начать новости, мы хотим попросить вас подписаться на наш телеграм-канал Idelurallnfs. Поддержите нас там. Ссылку оставим в описании под видео. Азата Мефтахова обвиняет в разгроме офиса Единой России. Правоохранительные органы сфабриковали на него дело. В основу доказательства его вины легли показания засекреченного свидетеля, который опознал якобы Азата по выразительным бровям. Сам же Мефтахов заявил, что с него выбивали показания, применяя шуруповерт. Свою же вину он не признал и считает, что это месть от ФСБ за его взгляды. Скорее всего, я считаю, что это месть ФСБшников. До этого, как его поймали, осенью произошел взрыв в Архангельске. 17-летний парень взорвал здание ФСБ и после этого ФСБ начали ловить анархистов, активистов и сажать их. Вот поэтому хотят напугать народ, что лучше не связываться с наклонностями анархизма и считали их плохими людьми. Власть пытается уничтожить фактически будущее России, когда власть пытается посадить в тюрьму новое поколение. Азат Мефтахов, это аспирант Мехмата МГУ, который сейчас по надуманному обвинению находится в СИЗО, в СИЗО Бутырке. Ему грозит до 7 лет тюрьмы по совершенно сфабрикованному делу. Есть сообщение о том, что к нему подвергались, к нему применялись пытки, его пытали, в том числе шуруповертом, как нам сообщают даже члены общественной наблюдательной комиссии Подмосковья. То есть мы видим, что власть боится, она боится молодых людей, а она боится именно людей, которые каким-то образом активно проявляют свое мнение. Но если бы даже он и сделал бы то, что приписывают ему, то все знают, что такое партия Единая Россия, партия воров и жуликов и убийц, то этот поступок никак не должно осуждаться, потому что они сами провоцируют народ на такие действия, да и вообще народ уже их называет фашистами. Сам же Азат Мефтахов является заслуженным математиком. Даже находясь в тюрьме два года, он успел написать две научных работ. Мемориал объявил Азата политзаключенным, а также более 2000 математиков и других ученых со всего мира требуют освобождения Мефтахова. Активного пользователя интернета Евдата Зайнышева села Узян Белорецкого района, который занимался постоянным оскорблением верующих мусульман и религию, утром 13 января этого года силу увезли в уфимскую психушку люди, одетые в полицейскую форму и врачей. Ранее он себя объявил пророком Иисусом и что это второе его пришествие на землю. Только вот он одержимый не знает, что пророк Иса, мир ему, спустится не в землях Пашкирии, а в Дамаске. А ведь его неоднократно предупреждали мусульмане, что чревато закончится его жизнь за его богохульство. Но он не придавал этому значению. Оставляйте свои комментарии и делитесь данным видео. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok